Национальная библиотека Чувашской Республики вновь с радостью пригласила своих друзей, читателей и партнеров на яркое весеннее событие. Всероссийскую акцию в поддержку чтения «Библия-ночь-2016». Это масштабное мероприятие Национальная библиотека организовала в содружестве с объединением библиотек города Чебоксары при активном участии многих предприятий и организаций и приготовила много нового, захватывающего и интересного для участников апрельского праздника в библиотеке. Мы стараемся именно в этот день максимально привлечь людей в библиотеку, показать им, что наши залы открыты, что у нас столько всего интересного. И библиотека, и книга – это тот мир, который действительно открывается благодаря книжным страницам. Мероприятия «Библия-ночь» были настолько разноплановые и многолики, что каждый смог выбрать для себя наиболее интересные. Для каражан было подготовлено более 40 площадок, на которых проходили мастер-классы, квесты, игры, выставки, дискуссии и встречи с деятелями культуры. С самых активных годов проявить свой интеллектуальный потенциал и находчивость, несомненно, заинтересовали и интеллектуальные игры. А любители посмеяться и ценители рассказов Василия Шукшина могли послушать его произведения в исполнении Александра Яковлева, руководителя театрального агентства «Вангони». И у нас вечер юмора в духе замечательного русского, советского поэта и прозаика Александра Иванова. Он был сильно неравнодушным человеком, а выпивший становился липучка от свидетелей Яковлева. Вбежал на поле, стал преподавать дриблинг насильно. Присутствующие захотели умереть неученными. Невероятный калейдоскоп «Диковин» был предложен посетителям. Так, одной из занимательных площадок, посвященных книгам, стала выставка от рукописи до электроники. Здесь было представлено большое разнообразие редких книг. Самая маленькая книга, самая старинная книга, книги ручной работы и многое другое. А для самых маленьких участников акции был подготовлен мастер-класс по произведению книжной миниатюры. Мне понравилось на этом вечере то, что мы делали опыты и книжку делали. Внимание многих участников библионочек привлекло написание портретов, интеллектуальные игры, а также на вечере был создан раздел «145 лет служения книге», посвященный истории национальной библиотеки. Принять участие в акции мог любой желающий, у кого по тем или иным причинам не хватает времени заглянуть в библиотеку в обычные дни. Елена Яковлева, Анастасия Соколикова, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.